Так нельзя поступать с молодёжью. Нельзя. Бабушка, может что-то сказать хотите? У меня есть что сказать. Я всю жизнь проработала от звонка до звонка. У меня пенсия ниже прорываточного минимума. Меня зовут Мария Васильевна. Я работала медсестрой. И что я сейчас? ЖКХ, значит надо заплатить и жить на воде и на хлебе. Вот и всё. А вас ждёт. Вообще вам пенсии, наверное, платить не будут. Понимаете? Вот. А что я всю жизнь работала? Вот, да, на заводе, наверное, ещё. Имеется с собой. Я пенсию проработала. И что? Сейчас мне добавили пенсию. А смотрите, ну всё повысилось. Всё повысилось. То, что вы молодёжь выступаете, я вас приветствую. А то, что это гестапо вас хватает, я просто возмущена. Так нельзя. Мне уже 73 года, я не могу за ЖКХ заплатить. Меня таскают по мировым судьям, вместо того, чтобы я с внучками занималась. Вот я бегаю по судьям. А эти монополисты наживаются. В стране коррупция. Ребята, вы видите, комнаты набивают деньгами. Потом эти ментовские начальники. Вы посмотрите, какие хоромы они строят. На какие деньги они строят это. Это на наши налоги учёные. Вот, вот. Недавно тоже опять одного арестовали по борьбе с коррупцией. Сам коррупционер, да? Сам коррупционер за взятки. Ну как? И каждый день, и условно дают им. А попробуй ты свистни, вон пачку масла. Так пенсионерку до гроба доведут. Это что? Это в стране. Да, это неправильно. В свободной стране. Вот и выходим, бабушка. Вот и выходим из этого. Вот я тоже сегодня вышла. Я не боюсь, пусть меня заберут в потарошку. Вам что не надо? А почему бояться-то? Нет, нет, нет. Вы свисты, это мы его можем посидеть. Мы молодые. Не сдавайтесь, молодые. Все сдавайтесь. Мы не боимся. Мы на следующий. Мы на следующий воскресенье выйдем. И каждую неделю. Да. Все побежали. Держи, сердце, прохорей, это хватало. Побежали, все. С премьем побежали, с премьем. С премьем.